Словарь позволяет хранить множество пар, ключ, значение, и по первому значению в паре, то есть по ключу, получать соответствующее ему значение. Давайте разберемся, о каких парах идет речь и зачем такое может понадобиться. Обычный список позволяет однозначно идентифицировать элемент по его индексу, то есть по позиции в списке. Если мы хотим получить значение какого-то конкретного элемента, мы можем указать его индекс. И тогда получим соответствующее значение. Однако часто у нас идентификаторами элемента может являться необязательное число. Например, мы можем захотеть получить информацию по, ну например, номеру автомобиля. Тогда у нас парой может являться следующая информация. Ключом у нас будет являться номер автомобиля, это может быть произвольная строка. Ну, не произвольно, это строка из букв и цифр. А значением давать у нас будет информация у владелица, то есть его имя, фамилия. Там Иванов, Иван Иванович, например. Тогда в такой ситуации у нас номер это является ключом. А то, что сопоставляется с номером, это является значением в этой паре. И словари позволяют получать значение, где в качестве индекса мы берем ключ. То есть мы можем указывать что-то такое. А от номера автомобиля. И результат этого выражения будет некое значение. Словарю соответствует структура данных дикт. И создать словарь можно разными способами. Пустой словарь можно создать, написав дикт. Либо указав пустые фигурные скобки. Если мы хотим создать словарь, который проинциализирован некоторыми элементами уже, то есть не пустой словарь, то мы можем перечислить множество пар. Ключ значения через запятую, где в каждой паре ключ указывается слева, потом ставится двоеточие и пишется значение ключа. Для того, чтобы получить значение по ключу, мы указываем сначала название словаря, и затем в квадратных скобках указываем ключ этого элемента. Какие операции можно делать со словарями? Так же, как и в случае с множествами, мы можем проверять, есть ли у нас ключ в словаре. С помощью конструкции in, not in. Результат будет логическое выражение true либо false. Зависимо от того, есть ли у нас такой ключ или нет. Мы можем добавить пару ключ-значений в словарь, явно указав, что в такой-то словарь, по такому-то ключу, здесь указывается значение ключа, мы кладем некое определенное значение. Дальше мы можем получить это значение, указав этот ключ. При этом, если у нас такого ключа нет, то возникнет ошибка, если ключа нет. Для того, чтобы получить значение ключа и ошибка не возникала ни в какой ситуации, то мы можем указать, использовать функцию get, которая по значению ключа вернет значение, если такой ключ есть, либо вернет специальное значение none, если ключа такого нет. Наконец, можно удалять элементы из словаря. Для этого можно использовать операцию del и дальше указывать, по какому ключу мы удаляем пару. При этом, естественно, будет удалена целиком вся пара ключ-значения из словаря. Итак, словари у нас, во-первых, являются изменяемыми, то есть мы можем добавлять новые элементы, удалять элементы из существующего словаря. Так же, как в случае с множествами, элементы в словаре не имеют порядка, то есть в зависимости от того, как мы добавляли элементы, в каком порядке, если мы попробуем вывести элементы из словаря, порядок может быть совершенно другим. Все ключи словаря различны, то есть если мы пытаемся добавить по некоторому ключу элемент, а у нас уже был в словаре такой ключ, то старое значение будет затерто. И еще один важный момент, то что ключи словаря должны быть неизменяемыми элементами, то есть ключами могут быть числа, строки, но ключами, например, не могут быть списки, либо другие словари.